На данный момент уже 46 школ и детских садов получили положительные заключения комиссии о подготовке к новому учебному году. Сегодня цель объезда мэра города по учебным заведениям заключалась в том, чтобы проверить ход реализации мероприятий, которые предусмотрены государственной программой «Столица». В 29-й школе произвели косметический ремонт в классах и коридорах, покрасили фасад, заменили межпанельные швы, старые деревянные окна на новые пластиковые и отремонтировали столовую. Также в планах полностью обновить торгово-техническое оборудование. Кроме этого, мы каждый год стараемся обновлять парк компьютерной и техники. В частности, в этом году мы приобрели 5 комплектов мультимедиа для кабинетов учебных. Кроме этого, в один кабинет еще дополнительно приобрели интерактивную панель. Таким образом, у нас уже в школе 4 интерактивных панели, самые современные, которые позволяют использовать цифровой контент для обучения учащихся. Что касается экологобиологического лицея, то комиссия будет проверять подготовку к учебному году только 18 августа. Всего в этом году здесь будут обучаться 565 детей, и из них 60, которые пойдут первый раз в первый класс. По программе «Столица» полностью завершен ремонт межпанельных швов и идут работы по замене оконных блоков. Сейчас были на экологобиологическом лицея, там по тем же причинам идет некий сбой, но проговорили, как это будет выглядеть с учетом отставания графика, в том числе и во время учебного процесса, когда закончится занятие в школе. После окончания занятия подрядчики будут продолжать работать. Сроки окончания контракта в 1 октября подрядчик должен успеть все, и деньги, которые предусмотрены на очень важные цели, это тепловые свойства зданий, чтобы не проветривать, чтобы не замокало, это очень-очень важно для комфорта детей. Кроме объезда по школам, градоначальник также посетил Дом культуры «Автотек». По программе «Столица» предусмотрено 12 миллионов рублей на ремонт фасада и замену окон. Эти работы сейчас активно ведутся. Более того, из муниципального бюджета добавляют 1 миллион 600 тысяч рублей на замену люстр. Этот зал, он востребован очень и молодоженами. Сюда любят приезжать и фотографироваться. И многие заказывают торжественное бракосочетание именно в этом зале. Очень уютно, хорошо. Я думаю, что этот Дом культуры, мы его будем бережно хранить с его историческими, культурными особенностями для города Магадана. В поселке Сокол отремонтировали волейбольную площадку. Находится она за спортивной школой. Помимо волейбольной в поселке есть футбольное и баскетбольное поле, а также хоккейная коробка. Также на территории спортивной школы есть уличные тренажеры. Излюбленное место – Соколовцев. Занимаются там не только дети, воспитанники различных учреждений, но и взрослые. Во время работы лагеря пришлось даже сделать расписание посещения площадки, поскольку желающих было очень много. Также в поселке продолжают строить новые дома. Облагородят и близлежащую территорию. Реконструируют сквер. В дом, который достраивается, будет новый сквер. Практически он будет смыкаться с этими спортивными сооружениями. Это, я считаю, очень удобно, потому что дети могут поиграть в сквер и могут пойти на спортивные сооружения позаниматься. Это большой плюс для поселка. Также хочу сказать о некоторых работах, которые были проведены в мэрии в поселке Сокол. Вы все видите, что объекты соцкульпт-быта – это школа, отремонтированная кровля спортивного зала, которая у нас протекала, как бы беда наша была. А также кровля социально-педагогического центра практически полностью меняется с заменой стяжки и заменой верхнего покрытия кровли. Подрядчик приступил к ремонту фасада дома культуры. Андрей Кудинов рассказал, что в этом году также планируется выделить деньги на замену окон детского сада. Ремонт кровли на следующий год. Кроме того, благодаря местному бюджету в поселке восстановили шесть муниципальных нежилых квартир. Три из них для сирот. Еще три квартиры отремонтируют в скором времени. И школа, и дом культуры, и детский сад – самые старые постройки в поселке. Начало шестьдесятых годов прошлого века. Кроме того, специалисты занимаются очисткой территории, отсыпкой в тех местах, где Глуд еще не начал асфальтирование. Заасфальтировали уже три двора. Общей площадью более тысячи квадратов. В социально-педагогическом центре продолжается ремонт кровли здания. Как отмечают сотрудники учреждения, работы планировали провести давно. И в этом году власти муниципалитета выделили деньги на реконструкцию крыши. Специалисты работают с середины июля и, как отмечает директор учреждения, со всем справляются и успевают в срок. Наш подрядчик Марченко Александр Леонтьевич очень хорошо организовал эту работу. Ребята, работники в течение всего дня и до позднего вечера находятся на своих объектах. Все четко организовано и нас это очень радует, потому что мы не могли начать раньше ремонт. Мы выполняли муниципальное задание по организации летнего отдыха детей. Сейчас детей нет и они могут работать в течение полного времени, полного дня. Большая часть работы уже выполнена, несмотря на то, что прошел еще маленький срок. И мы надеемся, что к первому сентября мы сможем начать полноценную работу. Если работы к первому сентября не закончат, педагоги готовы принять детей в онлайн-формате. СПЦ ждет воспитанников. Специалисты провели генеральную уборку во всех кабинетах, покрасили конструкции, побелили стены. В июне и в июле центр функционировал как лагерь с дневным пребыванием. Сейчас педагоги ведут работу с неорганизованными детьми. Действуют две программы. «Сказка гуляет по свету», изучение английского языка и «Лето без интернета». Преподаватели проводят их в игровой форме. «Лето без интернета» организовывают во дворах микрорайона. На сегодняшний день насчитывает программа уже 30 ребятишек. Ежедневно мы проводим с ними различные игры. В этом году программа предусматривает знакомство с играми народов мира. То есть каждый день это, предположим, Франция, знакомство с бытом народа и детскими играми, которыми играют ребятишки во Франции. Предположим, Англия, Австралия и так далее. Каждый день. Ребятишки присоединяются, мы проводим в разных дворах на территории нашего микрорайона. Всем очень нравится. Всю свою работу мы размещаем на сайте нашем официальном, в Инстаграм учреждения. Таким образом проводится работа в летний период. На базе социально-педагогического центра действует 11 объединений. Все они направлены на развитие различных навыков у детей. Например, лучик и почемучка для малышей от 5 лет, раннее развитие ребят и подготовка их к школе. Веб-конструкторы, сайтостроение, дизайн, технологии для подростков. Ментальная арифметика, обучение устному счету. Здесь разделение на группы от 5 до 7 лет и от 8 до 12. Реставрация городского ЗАГСа завершится этой осенью. Данный проект разработан на основании муниципального задания на 2019 год. Заказчиком выступила некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области». Архитектурно-строительные решения разработали специалисты службы технического контроля мэрии Магадана. Подрядная организация «Готексстрой» приступила к работам этим летом. Общая сумма контракта почти 17 миллионов рублей. Обновляют ЗАГС за счет средств собственников, накопленных при оплате взносов, на капитальный ремонт, а также при софинансировании государственной программы «Столица». Что касается самого ремонта, то цоколь здания планируют отделать крупнозернистой декоративной штукатуркой. Стены будут окрашены фасадной силикатной краской бежевого цвета. Кроме этого, для повышения изнастойкости монтаж архитектурных элементов предусмотрен из стеклофибробетона. Также будет произведена замена дверных блоков, ремонт входной группы, крыльца и обновятся ограждения пандуса. Магаданцев приглашают оценить работу ярмарки выходного дня. Летом такой рынок работает под открытым небом. Покупатели ждут еженедельно по субботам с 10 до 4 часов на Магаданской площади. Жители областного центра могут приобрести рыбу, мясо, овощи, молочную продукцию и многое другое от местных производителей по сниженным ценам. На сайте мэрия города на платформе «Мой выбор. Мое будущее» появился опрос, в котором можно оценить проведение и ассортимент продукции ярмарки. Субтитры создавал DimaTorzok